Приветствую вас! Я предлагаю посмотреть в корень проблемы, которая заключается в том, что вы бежите от одиночества. Вы бежите от одиночества, вы боитесь одиночества, и вы не можете находиться наедине с собой, скорее всего. Вот, это и есть корень проблемы. По крайней мере, как её вижу я? Как вижу я? Ну, вот проблема ваша, да? То есть, я вижу ваших друзей, я вижу вот эту ситуацию, я вижу это как следствие, но ни в коем случае не как, ну, не как первопричина, да? То есть, вот первопричиной я это не считаю. То есть, вы ведь для чего-то позвали друга и его девушку. Вы ведь зачем-то это сделали. Понимаете? То есть, вам для чего-то это было нужно. И сделали вы это для себя, ожидая, что будет веселее. Давайте скажем так. То есть, вы хотели, чтобы было веселее. А веселее не получилось, веселее не случилось. Вот. И, соответственно, оттуда две проблемы. Хорошо. Вот. Что можно и нужно сделать, что можно и нужно сделать, это только лишь найти причину, почему вы нуждаетесь в том, чтобы было весело. То есть, понимаете? То есть, как бы такая история. И двигаться вам нужно, нужно, на мой взгляд, именно вот в этом направлении. Почему вам, почему вам так необходимо, значит, чтобы был кто-то рядом с вами. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Я надеюсь. Вот. Надеюсь. И если вы действительно боитесь одиночества, то, по-видимому, причина заключается в том, что вы не принимаете себя. Не принимаете себя. Не принимаете себя. Не уверены в себе. Вот. И плюс ко всему, чему, у вас нет личной границы. Потому что в своем доме. Получается, да, вот. В своем доме. Вы не можете себя поставить. В своем доме вы не можете себя поставить. В своей квартире вы не можете себя поставить. Не можете быть, как бы, ну, хозяином. Это означает, что вам не хватает уверенности в себе. Вот. Почему не хватает уверенности в себе, что нужно сделать, чтобы она появилась? Это нужно исследовать, нужно изучать, нужно смотреть. Вот. Ну, и обратите внимание, что вы не задали свой вопрос. То есть, у вас нет, как бы, вопроса, да, непонятно, что вы хотите, непонятно, что вам нужно. Вот. То есть, что хотите от психологов-то, собственно говоря. Вот. Вот. Вот как бы, так. Так можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, сформулируйте цель своего обращения. Сформулируйте запрос к психологу. Да. Вот. Вот. Если не знаете, какой запрос. Если не знаете, что за запрос, то можно пообщаться и определить вместе с вами его, что вы хотите. Но без запроса это просто ситуация и всё. Вот. То, что вы чувствуете себя вот так, как чувствуете, да, это результат. Ваши не уверены, что в себе этот. Вы считаете себя таким личным. Вы не чувствуете себя однозначимым. И вы перекладываете ответственность за то, чего хотите вы на других людей. Вот. Так, как вы люди не поступают. Ну, взрослые люди, я имею ввиду. И именно поэтому у вас не получается чувствовать себя комфортным. Потому что вы ответственность за свой комфорт, вы ответственность за своё взятие переложили на другого человека, на других людей, на вашего друга. Почему-то вы думали, считали, что, ну, что вы позовёте, да, к себе друга с девочкой, и вы будете общаться с другом. То есть почему-то вы не учитывали тот факт, что друг будет уделять внимание девочке своей. Почему-то. Да. То есть мне кажется, что это нужно исследовать. Обязательно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.